здравствуйте ребята вы находитесь на канале трофимова дмитрия я трофимов дмитрий и вы находитесь на моем канале и я сразу же прошу прямо сейчас поставить мне лайк подписаться на мой канал зайти в мой паблик посмотреть что у меня происходит telegram чате и подписаться и записаться в telegram чат также помимо этого зайти на мою личную страницу и посмотреть что мне вообще происходит помимо того что я снимаю видосы посмотреть мою личную жизнь и это тоже есть на моей личной странице а сегодня мы с вами поговорим об общении я уже снимал одно видео где я говорил о взаимодействии что не нужно только следовать рекомендации правилу что нужно задавать вопросы слушать 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 и сегодня я еще больше раскрою эту тему а именно я расскажу вам о том что происходит когда вы только слушайте и задаете вопросы когда вы очень мало говорите о себе когда вы мало вставляете какой-то информации которая вас сама раскрывает и все-таки вот больше максимально вы слушаете потому что вы верите рекомендациям зарубежных авторов в том числе и карнеги и после карнеги есть другие авторы которые тоже рекомендуют говорят всегда слушайте внимательно слушайте всегда везде все внимательно слушайте ok что с вами происходит если вы постоянно слушаете собеседника и молчите ну может быть да конечно же задаете какие-то уточняющие вопросы вы первое что с вами происходит растворяетесь в собеседнике что значит растворяетесь в собеседнике когда вы что-то говорите о себе вы тем самым позиционируете себя как личность как живой человек у которого есть определенные мысли чувства эмоции даже ощущения в теле у вас есть какое-то мнение у вас есть какие-то определенные убеждения и взгляд на мир когда вы задаете вопросы и только слушайте вы растворяете собеседники потому что кроме собеседника больше никого нет то есть вас нет вы просто какой-то интервьюер да это человек который заинтересован другом то есть вы слушаете другого но вас в этот момент нет опять же давайте мы все-таки разберемся мой канал ориентирован на межличностное общение да когда собеседник один есть второй собеседник либо эта группа людей и вы и вот вы взаимодействуете это не какое-то деловое общение где нужно вытащить максимум информации задавать вопросы это не интервью где вы опять же задаете вопросы потому что про вас не интересно самое главное чтобы взять от у этой звезды какую-то какую-то информацию мы говорим о межличностном общении где участвуют в общении два человека ну либо группа людей и вы соответственно если вы слушаете вас не существует давайте еще раз запомните это правило если вы только слушаете если вы постоянно молчите ну и либо задаете много вопросов и опять же не говорите ничего о себе вас не существует опять же говорю вы растворяетесь в другом человеке следующее что с вами происходит когда вы постоянно задаете вопросы и следуете рекомендации карнеги задавай постоянно вопросы и ты будешь любимчиком у собеседника появляется состояние скучно ему скучно общаться с вами да с одной стороны это здорово вы же постоянно ему задаете вопросы и он любит говорить о себе это все правильно но в то же самое время ему также хочется узнать какая вы личность какие у вас интересы какие у вас желания он какой-то момент в любом случае вы говорится вы постоянно задаете ему вопросы он вы говорится все правильно и потом ему захочется послушать вас а я прочитал одно правило в одной американской книге там было от цитирую сказано так заткнитесь когда собеседник вам задают вопрос заткнитесь не говорите о себе продолжайте задавать ему вопросы потому что это важно что то есть ну хорошо вы задали вопрос вы раскрыли собеседника и он захотел теперь уже послушать вас и получается что вместо того чтобы послушать вас вы продолжаете игнорировать до его вопросы вы каким-то образом пытаетесь обойти эти вопросы и опять продолжать общаться на его уровне да на уровне когда говорит только он не нужно так делать окей и третье что происходит с вами когда вы постоянно слушать и задаете вопросы вы забываете о себе то есть ваша личность в этот момент какой-то степени стирается есть только человек который что-то говорит и есть вы это называется стирание личности да в этот момент вас не существует потому что есть только одна личность которая что-то говорит и вы вопросы постоянно задаете но вас как личность вы внутри себя в этот момент не чувствуете личность в вас в этот момент нет Кто-то мне, конечно же, скажет, Дима, чего уж это все собачье? Я, когда задаю вопрос, в этот момент я себя ощущаю максимально личностью. Нет, ребята, личность это человек, который самораскрывается, да, озвучивает свое мнение, свои мысли, эмоции, ощущения. Это в этот момент и проявляется личность. Но если человек постоянно молчит, в этот момент человека не существует. Личности нет, ничего нет. И опять же, кто-то может мне сказать, ну что это, Дима, получается, что в этом случае нужно постоянно говорить, тогда в этом случае эта количество будет раскрываться. Нет, ребята, опять же, я уже в видео о взаимодействии говорил, ссылка тоже, что на это видео появилась. Вы общаетесь по принципу пинг-понга 50 на 50. 50% собеседник, 50% вы. Ну, может быть, там соотношение 60 на 40, ну, может быть, даже соотношение 70 на 30. Ну, в любом случае, принцип пинг-понга. Сказал собеседник, сказали вы. Задали вопрос вы, задал вопрос собеседник, не задает вопрос собеседник. Тогда вы каким-то образом все равно вставляете какие-то свои фразы. Вы всегда общаетесь по принципу пинг-понга. В этом случае тогда вы не растворяетесь в личности другого человека. С вами не скучно, потому что вы показываете себя. И вы не забываете о себе, да, ваша личность в этот момент проявляется. Пожалуйста, ребята, не следуйте безумно советам постоянно задавать вопросы и молчать. Проверяйте все, проверяйте и отслеживайте свое состояние. Вот применяйте техники вопросы, постоянно задаете вопросы, но вы чувствуете что-то не так внутри. Прислушайтесь к тебе, ваше ощущение вам правильно говорит. Это не нормально только слушать собеседника и молчать, либо только задавать вопросы. Это не нормально. Ребята, и на сегодня все. Я прошу вас рекомендовать мои видео своим друзьям, знакомым, близким, родным, чтобы я смог большему количеству людей помочь. Также, помимо этого, я напоминаю, что все мои видео, которые я вам рекомендую, лучше их не просто посмотреть, а взять, записать конспект и внедрить в свою жизнь, да, потренироваться. Посмотреть, как это все работает и понять, что вау, действительно это все работает. Я буду продолжать дальше слушать Диму и буду внедрять еще, и моя жизнь изменится. Именно для этого я снимаю эти видео. Именно для этого я сейчас вот каким-то образом пытаюсь передать вам эту информацию, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы могли решить свои проблемы. И на сегодня все. Хорошего вам дня, 10 миллионов долларов и здоровья, и настроения, обязательно хорошего, классного настроения. Я помню, когда я прочитал ту рекомендацию, что нужно постоянно задавать вопросы, я стал задавать эти вопросы. Я постоянно внимательно слушал собеседника, но в какой-то момент я понял, что у меня внутри вот это ощущение, оно мне говорит, что нужно остановиться. Что в тот момент, когда я постоянно задаю вопросы и молчу, я чувствую, что как собеседник я не раскрываюсь. Моя интуиция подсказывала, что в нашем общении и взаимодействии чего-то не хватало. И я понял, не хватало меня. То есть я в этом общении отсутствовал. Да, был мой собеседник, но меня как личности не было. Была пустота внутри меня и в нашем общении.